Продолжение следует... Продолжение следует... Здравствуйте! В эфире Северо-Инисейская информационная служба. В студии работает Артём Позняков. Главные темы к этому часу. Красноярский край отметил очередную дату, как в районе отметили 85-летие стратегического региона России. Учитель года 2019. Прошёл муниципальный этап конкурса. Дети против коррупции. Необычный урок в музее истории золотодобычи. Очередная районная планёрка прошла в муниципалитете. Главными для обсуждения остались темы пожарной безопасности, расчистки дорог, подготовки к новогодним праздникам. Подробнее расскажем далее. Только что отшумело 85-летие Большого Красноярского края. Наш район на торжестве по случаю юбилея представляла большая представительная делегация муниципалитета. Глава региона Александр Ус выступил с докладом и поздравил жителей края. Награды отличившимся жителям района в честь юбилея края будут вручены в декабре. На планёрке о краевом празднике, в котором участвовало более 1600 жителей, рассказал Алексей Рябцев, временно исполняющий полномочия главы района, первый заместитель главы района. Состоялось торжественное поздравление полномочия президента Российской Федерации Миняйла. Он сказал хорошие, добрые, тёплые слова. Потом он наградил заслуженных граждан Красноярского края правительственными наградами. Планёрка понедельника прошла в оперативном режиме. Все её участники говорили о решённых и проблемных вопросах ушедшей недели. Течение посёлка электроэнергией, значит, здесь всё в норме. Две дизельные станции находятся в рабочем состоянии. Новый аппарат находится на техническом обслуживании. Уличная в норме. Оплата за использованную электроэнергию производится вовремя, без задержек, и сдаётся сюда, у ККР. Есть проблемы с дорогами. Значит, с Татьяной Петровной сегодня повидаемся. Что касается приведения в рабочий порядок трактора, всё обговорим и надеемся, что ситуация будет исправлена. Потому что без трактора, в принципе, мы парализованы там. И подъезды, и второстепенные дороги. Если главную дорогу нам помогают чистить дорожники, то всё понятно. Но я вчера насмотрелся, как люди друг друга на верёвках таскают, особенно северенесейцы там. Главы посёлков коснулись пожарной безопасности, которая в зимний сезон становится одной из приоритетных тем. В районе много деревянного жилья, домов с печным отоплением. В посёлке Тея противопожарные щиты укомплектованы, памятки жителям раздаются. О пожарной безопасности в своём отчёте говорила и глава администрации самого большого населённого пункта Нина Тифанова. В районе начинаются отчёты глав посёлков перед населением. Графики составлены и будут исполнены. Во время отчётов приедут специалисты муниципалитета, в которых есть необходимость у жителей того или иного посёлка. Это традиция, когда на такие мероприятия приезжает целая команда и на месте решает вопросы. Центральной темой обсуждения стала тема долгов жителей на несвоевременную оплату ЖКХ, коммерческий найм и капремонты. Пора нашим жителям платить по счетам, гасить накопившиеся долги и не доводить дело до суда. 10 декабря пройдут публичные слушания по принятию изменений в устав района. 12 декабря пройдёт Всероссийский день приёма граждан. В районе начнутся выездные гастроли Театра Самородок в посёлке. 14 декабря в посёлке Вангаш, 15-го в посёлке Брянка. Кромка льда находится в посёлке Ярцево. Работают переправы в районе посёлков Потапово и Комары. Близятся новогодние праздники. Повсеместно идёт подготовка ёлок. В посёлке Новая Калами пушистая красавица уже стоит. Строится снежный городок в посёлке Тея. 15 декабря в районном центре будет включена иллюминация. А 19-го будет принят самый большой сказочный городок для детворы. В посёлке Брянка ёлка с иллюминацией украшает посёлок. Сделана горка. Каток залили ещё раз. Три дня в школе номер один проходил муниципальный этап конкурса «Учитель года-2019». Учебные занятия, мастер-классы, открытые уроки должны были выявить победителя из семи претендентов. Кто на пьедестале и кто будет представлять наш район в краевом конкурсе – в нашем материале далее. Даже открытые уроки, которые довольно часто даёт учителя школ в районе, не требуют столько напряжения, сил и волнений, как конкурсное испытание. Надо пройти школьный этап, затем муниципальный, и только победитель поедет представлять район, отстаивая педагогические идеи на краевом уровне. А каждый год приносит какую-нибудь новацию. Мы в этом году ввели новое испытание, которое называется компетентностное испытание. То, что у детей должны формировать, а если должны, значит сами должны уметь. И наши участники с этим достойно справились. Вот поэтому наш конкурс построен так, что все испытания, которые проходят конкурсанты, они в логике краевого конкурса, то есть тот, кто будет победителем и выйдет на краевой конкурс, он готов к участию. Учительница Тейской школы, горячо влюблённая в свою профессию и ребят, решила за школьный урок подготовить из третиклассников экскурсоводов по достопримечательностям районного центра. Это уместно, потому что в зимние каникулы в район пожалуют гости из города Побратима, Солигорска, Республики Беларусь. И в день урока край праздновал своё 85-летие, а краеведение надо знать как историю места родного. Ребят, меня зовут Алина Васильевна. Сегодня я проведу у вас урок окружающего города. К нашим достопримечательностям в райцентре, памятнику Победы и Скверу Победы и Труда, школьники проложили два маршрута. Дети заинтересовались темой и профессией экскурсовода. Они стали и ценителями этого конкурсного урока, прикрепив на доску только весёлые смайлики. Значит, понравилось. Кто готов стать после этого урока экскурсоводом? Сета, молодцы! Вам понравилась учительница? Вы же её видели первый раз. Да. А чем? Чем было интересно? Она добрая, хорошая, красивая, умная. Ну, совсем как ваша, правильно? Да. За звание учитель года 2019 в районе боролись семь педагогов из шести школ нашей Золотой провинции. Авторитетное жюри за три конкурсных дня оценило семь интересных уроков и семь творческих мастер-классов, данных участниками районного этапа конкурса. Интрига, кто же станет победителем конкурса и будет представлять, образование района держалось до последней минуты. Даже члены жюри, честно и автономно выставляя баллы за каждое испытание конкурсантам, не могли спрогнозировать итоговый результат. И победитель нашего конкурса Адам Кевичус Кирилл Юрьевич. Молодой учитель информатики и математики школы поселка Новая Калами, обладатель хрустальной совы школьного этапа из пяти участников Кирилл Адам Кевичус, выиграл муниципальный этап конкурса «Учитель года-2019». Выиграл и сам растерялся от неожиданности. Честно, не ожидал, до последнего не верил и ставил ставки на других участников. А что понесешь в край? Какую идею? Я думаю, возможно, даже этот же свой разработанный тренажер я и привезу в край, потому что я во многих городах уже побывал на конференциях с ним, ну и получил призовые места. Возможно, там тоже мне повезет. Конкурс «Учитель года-2019» дал возможность молодому учителю проявить себя и в дальнейшем продемонстрировать педагогические идеи на краевом уровне. А все участники, патриоты учительского сообщества, стали одной командой. Их вершины еще впереди. Елена Козлова, Александр Ейскин. Информационная служба. Сегодня в День героев в районе проходят патриотические акции. Наш корреспондент побывал в школе поселка Новая Калами, где была открыта парта героя. Кто будет учиться за партой имени матроса? Евгений Бикова, посмертно награжденного Ордена Мужества, узнаете из репортажа нашего корреспондента. На торжественной линейке присутствуют почетные гости родителей Евгения Бикова. Ребятишки, которых в этот день приняли в пионеры, будут гордиться этим званием особенно. И помнить этот день. На линейке клятву дали юнормейцы. На мероприятии вспомнили, каким замечательным парнем был Женя. Любил спорт, стрельбу, НВП. И даже когда его сверстники не думали об армии, он стремился на службу, где показал свои лучшие качества, доблесть и отвагу. А 31 декабря 1999 года погиб в бою за высоту 1409 в районе поселка Харачой. За героизм и мужество при выполнении воинского долга Евгений награжден Орденом Мужества посмертно. Право первыми сесть за парту героев достоились ученицы Настя Замараева и Юлия Бойко, отличившиеся хорошими знаниями и активной общественной деятельностью. Юлия отличница, Настя близка к отличнице. Девочки очень ответственные. И они заканчивают ныне седьмой класс, перейдут в восьмой. И это еще одна мотивация. Такая мотивация. Все знают, насколько девчонки активны. И на них смотрят, на них равняются. Но я думаю, что многим захочется посидеть за партой героя. Но для этого нужно приложить усилия. То есть это еще один такой стимул. Подробнее о торжественной линейке мы расскажем в ближайших выпусках новостей. Сотрудники музея истории золотодобычи присоединились к мероприятиям по борьбе с коррупцией, которые в эти декабрьские дни проходят в стране повсеместно. Накануне объявленного Международного дня борьбы с коррупцией в главном музейном зале все гостевые места были заняты. Это десятиклассники школы номер два районного центра почти в полном составе пришли на урок. Музейный урок был необычным по своей сути. Не юрист или прокурор взялся за правовую тему, а сотрудник районного музея Татьяна Пчелинцева. Она вышла к подросткам, подготовив познавательный материал о коррупции. Простым языком рассказа, богатым на сравнение и факты, она вызвала интерес учеников девятых классов. Коррупцию сравнивают с болячкой, сказала она, как учитель по образованию и стажу работы в школе. А у каждой болячки есть свои причины, которые надо лечить. Согласитесь, простые истины постигать легче. Включенный в зале проекта освещает на экране название понятий, за которыми прячутся причины коррупции. Желание легкой наживы, частая смена лиц на должностях, безработица, злоупотребление должностными полномочиями, незнание законов, низкая зарплата. А отсюда вытекают такие понятия, которые надо уничтожать в корне. Взятки, растраты, волокита и вымогательства, фавориты на должностях, лоббирование вопросов в пользу узкого круга лиц. И все в том же духе. Список длинный. Парламентская коррупция выражается в подкупе голосов избирателей. Деловая коррупция возникает при взаимодействии власти и бизнеса. Например, в случае каких-то хозяйственных споров могут подкупить судью для того, чтобы решение было на их стороне. Начиная от истории зарождения коррупции до современных ее проявлениях, языком доступным для школьников методист музея подвела школьников к диалогу о том, какие бы собственные методы борьбы с этим мировым злом они предложили. Пока подростки, расстелившись по группам, ведут мозговую атаку, нам отвечает сегодняшний лектор. Я так думаю, что дети уже знакомы и были знакомы до нашего мероприятия с понятием коррупции. Но, наверное, один из вариантов будет это изменение законодательства. Работа идет на четырех созданных в зале площадках. Времени всего-то пять минут. И надо предложить свои собственные пути борьбы с коррупцией. Совсем не задачка из учебника арифметики, где понятно, что дважды два – четыре. Что думают наши максималисты о наказаниях за коррупцию? И что предлагают? Если человек взял взятку, у него необходимо конфисковать все имущество, а также и у его близких. Возможно, он переписал часть денег, которые он украл или взял, перевел своим близким. Введение новых законов или ужесточение тех законов, которые уже существуют. Поднятие заработной платы. То есть в основном люди воруют из-за того, что им не хватает денег на жизнь, и они из-за этого начинают воровать. Повышение пенсий. Решение свободы до 10 лет. Уменьшение заработной платы для тех, кто ворует. Изменение законов о коррупции, то есть их ужесточение. И штраф в размере 100 тысяч рублей. Действительность прокуратуры и повышение авторитета у правительства. То есть никто никого не боится, поэтому все так. И контроль за передвижением денег за границей. Конечно, это не национальный план противодействия коррупции Российской Федерации, но то, что дети уже знают, уже могут анализировать и даже предложить свои методы борьбы с коррупцией, дорогого стоит. Если знаешь, что такое хорошо и что такое плохо, если со школьной скамьи начинаешь знакомиться с законами, незнание которых не освобождает от ответственности, начинаешь думать над своими поступками и правильно оценивать поступки других, понимаешь, что страх наказания должен быть сильнее соблазна – это правильный путь. Без правды и гласности работающих законов для всех без исключения коррупцию победить невозможно. Это уже нам подумалось после уроков борьбы с коррупцией в районном музее. Александр Попко, Елена Козлова, Виктор Потапчук, Северо-Енисейская информационная служба. Декабрь – традиционная пора подведения итогов уходящего года. С какими результатами встретят 2020 год северо-Енисейские самбисты, расскажем в нашем следующем сюжете. В зале спортивного комплекса «Дельфин» очередная тренировка по самбо. Спортсмены разминаются, отрабатывают приемы, процесс контролирует тренер Сергей Григорьев. Сегодня секцию посещают более 40 северо-Енисейцев. Объединяет их стремление к победе и самосовершенствованию. И результаты есть. К концу 2019 года самбисты подходят с солидным количеством наград. На столе дипломы и кубки межрегионального турнира памяти Алексея Барсукова, открытого турнира Республики Хакасия, межклубного турнира «Юный самбист». Участие в нем приняли 10 территорий Красноярского края и Республики Хакасия. Все воспитанники Северо-Енисейской детско-юношеской спортивной школы вернулись с победой. Амир Амирханов занял первое место. Демьян Мацак – первое место. У Сайфулы Амирханова тоже первое место. Сегодня в районе есть перспективные спортсмены. «Последние соревнования говорят, и у нас есть ребята, которые, я думаю, что в перспективе будут очень хорошие и на первое место России, и на первое место федерального округа. Это у нас Ибьян Мацак, это у нас Данил Мацак, это у нас Амирхановы, Сайфула и Амир. То есть ребята, которые каждый день здесь тренируются, каждый день не уходят из зала, то есть родители тоже сидят». Есть победители и в старшей возрастной категории. Даниил Григорьев отобран на первенство Сибирского федерального округа по результатам первенства Красноярского края. Здесь он занял третье место. На тренировке нередко присутствуют родители спортсменов. За процессом они пристально наблюдают, где надо подбадривают, в общем, участвуют в формировании будущих чемпионов. «Наблюдать за тренировкой своих самовик, затем воспитание, смотреть, шли по нужным направлениям, знать, чем они живут, чем дышат». «Ну, как они вообще себя показывают в спорте?» «Ну, вон на столе, я все их, можно сказать, все, что они показывают в спорте, выражено там на столе, можешь там посмотреть». Сами самбисты о достигнутых результатах много не рассказывают, ведь главное – это предстоящие соревнования. Прошедшие они анализируют вместе с тренером, разбирают ошибки, если такие были. Главное здесь – движение вперед. «Главное – тренировка, чем лучше дальше бороться, чем каждый день лучше и лучше бороться». «А что для этого нужно делать?» «Кого-то не может победить, надо с ним бороться чаще и чаще». «Во-первых, я выбрал самбо, потому что отец у меня – тренер, а во-вторых, самбо, оно развивает все это. И координация движений, и быстрота реакции, ну и в общем, это довольно крутой вид спорта в России, потому что он наш. Его всесторонние пытаются развивать не только в России, но и по всему миру». «Как позволяет тебе развиваться самбо? То есть в плане характера, в плане физической подготовки?» «В плане физической подготовки. Ну, именно, что становились сильнее, там духа больше становится». «Для северонесейцев самбо – это не просто спорт, это, можно сказать, вектор жизни. Из подрастающего поколения врастают настоящие чемпионы. Да, на это нужно время, сильный характер, хороший спортивный зал, надежный тренер, спортсменов необходимо регулярно вывозить на региональные и краевые соревнования. В нашем районе все это сложилось, и как результат, первые за 13 лет существования спортивной школы – мастер спорта по самбо. «Стас Кольцов, который сегодня за 13 лет существования спортивной школы, выполнил норматив мастера спорта. Это который взяли его с дома, привели сюда в зал, и он выполнил норматив мастера спорта. И для нас это отрадно, очень отрадно. Он тоже работает тренером на АТЭИ. Мы совместно будем проводить соревнования, конечно, между ребятами. Но мы знаем, что эталон – это наш. Воспитание наше, северонесейское, поэтому мы только двигаемся вперед и думаем о сложных соревнованиях, о первенстве России, о первенстве мира». Участие в первенстве мира – действительно высокая планка, но нет ничего недостижимого. Тренер Сергей Григорьев признается, что уже в следующем, в 2020 году, хотел бы видеть своих воспитанников на первенстве мира. Для этого у них есть многое – упорство, сила, талант. Они нацелены на победу. Артем Позняков, Александр Попко, Северо-Инисейская информационная служба. Новогодние торжества приближаются. Этот праздник любят все от мала до велика. Тут исключений нет. Что к праздничному столу нам предлагают профессиональные повара, что советуют в нашей самой съедобной программе «Вкусно». Смотрите и принимайте опыт. А я и мои коллеги на этом с вами прощаемся. Хороших вам новостей. Информационную службу пригласили на вкусное заседание в Клуб «Надежда». Кто же откажется от такого предложения? Заседание и вкусное, и познавательное. Мы в социальной службе района. Дорогие друзья, у нас сегодня очередная встреча. Встреча женского клуба «Надежда» в нашем отделении социальной помощи семье и детям. И сегодня мастер-класс будет проводить Преснякова Валентина Яковлевна. Сегодня будем украшать салаты символом следующего года мышкой. Хорошая хозяйка всегда с ножом. Уже готова что-то резать, рубить и готовить. Вот расскажите, какой бывает у вас Новый год и что бывает вообще на столе? Вот соблюдайте вот, например, год там кота, год еще лошади и, наконец, год мыши. Вы обязательно соблюдайте и предлагайте какое-то блюдо? Да. Блюдо может быть и не предлагая другое, потому что можно сделать любой салат. А вот украсить его? Да. Вот сегодня мы для этого и собрались. Мы будем делать мышь или крысу. Ой, крыса на столе, хозяйка года. Хозяйка года. Можно сделать любой салат, любой, самый простой, который мы любим. Оливье, невеста, Тефани, любой салат. Но мы его уже выложим не в виде цветка, не в виде каких-то украшений других. Мы его выложим именно крысой. Мы вам покажем в конце сейчас урока, как это будет выглядеть. Из вареного яйца будем сегодня делать мышь. Яйцо должно быть вкрутую сварено, потому что мы его будем резать, чтобы оно у нас не вытекало. Здесь, значит, такой принцип. Вот яйцо. Узенькая сторона – это будет мордочка мышки. А здесь у нас будет хвостик. Делается это вот так. Все взяли ножи. Надо немножко сделать срез, чтобы оно у нас лежало. Смотрите, делаем небольшой срез яйца. Вот. То есть основу, на чем будет стоять наше яйцо. Вот. Делать ушки. Можно с этого яйца вырезать. Можно вырезать с перцев. Можно с красных. Со свеклы. С моркови вареной. А с редиски? Я специально принесла, да. Но сегодня мы будем делать из редиса. Он податливый, хороший к обработке, стоит долго. Восстанавливать. Если вы мышь не используете, не скушаете вечером на Новый год, то первое число, будете когда спать ложиться, возьмете ушки, поставите в воду в холодную и в холодильник. Утром вы будете вытащить ушки, поставите обратно и будет у нас мышь опять свежая, новая. Все, срезали яйцо, да, поставили. Не забываем узенькая часть, это у нас будет мордочка. Каждый взяли по редиске. И смотрите, мы должны срезать. У вас, девочки, вот первый, первый, второй, третий вы можете срезать. Просто подготовить площадку. Вот сделать площадку вот такую. Тоненько, тоненько мы ножом срезаем. Но мы видим нож. В редиске мы видим нож. Смотрите, видите, штук нож. Вот это будет тоненько. Вот тоненько, тоненько срезали. Если первый раз не получится, редиса очень много, не переживайте. Нарезайте. Режьте не один, два, три, четыре кружочка. Делаем надрез ножом, не вынимая ножа, не вынимая. Вставляем редис. У него будут такие большие уши? Да, у мышей большие уши будут. Она будет красивее смотреться. Смотрите, не вынимая, наклоняем немножко и нож. То есть вталкиваем туда? Вталкиваем туда ушко. Да, 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 вот так. И вставляем второй редис. Так, поправили ручками. Вот. Глазки делаются с перца черного или с гвоздики. Чтобы сделать из перца, нужно сделать ножом углубление, где будут глаза. Но мы сейчас делаем с гвоздики. Это проще. Берем все две гвоздички. Ну, примерно одинаковые. Выбираем. Две одинаковые гвоздички. И делаем плазки. Теперь нам осталось сделать хвостик и ротик. Мы с нее вырезаем маленький-маленький носик, ротик. Вот так. И ставим сюда. На мышку. Вот так. Просто приложили. Можно взять... Нет, не обязательно морковь. Можно взять вот такой перец. Ну, тогда нужно сделать углубление. Вот так ротик. Можно побольше поставить, можно поменьше. Теперь делаем хвостик. Можно с морковочки. Можно с огурца. Можно взять лук. Или веточку петрушки или укропа. Вот остается этот хвостик толстый. Можно его использовать. Но мы давайте сейчас сделаем лучше из яйца. Почему? Потому что вам пригодится... Когда-то из яиц вы будете поросят делать. Вам тоже пригодится хвостик. Здесь толстенький у нас идет. Вот тут толстенький. А вот сюда тоньше, тоньше, тоньше. И вот ведем. Вот с этого, где я делаю, можно еще сделать хвосты. И заканчиваем. Когда мы убираем, у нас остается хвост. Делаем так же, как ушки. Взади вот здесь делаем разрез. Раз. Вставили. Вот. И вот наша мышь готова. Еще вот сюда одну мыша. Вот так. Красавица. Вот так, смотрите. Вот и мы учились. Закуска для большой компании, правильно? Следующий год пройдет под покровительством белой металлической крысы, которая обещает удачу всем знаком зодиака, готовым хорошенько потрудиться. На первый план в 2020 году выйдут профессионализм и кропотливый труд. Крыса обещает, что трудолюбие и усердие будут вознаграждены сполна. Но не стоит, однако, рассчитывать на рискованные предприятия. Лучше слушаться доводов рассудка. Вам хорошего Нового года с Хозяйкой Года на каждом столе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...